История народного образования в Агрогородке Долгая началась в 1863 году. Тогда детей обучали на дому. С течением времени подходы к образованию менялись, и в 1976 году в Долгом произошло важное событие. В самом центре Агрогородка построили трёхэтажное здание школы на 650 мест. Сейчас в учреждении образования обучается 172 учащихся из восьми населённых пунктов. Свои знания им с трепетом передают 26 педагогов, большинство из которых имеют высшую и первую квалификационную категории. Для того, чтобы образование учащихся было качественным, в школе имеется современная материально-техническая база. «Школа, в которой созданы все условия для качественной организации образовательного процесса. Во всех предметных кабинетах, классных комнатах сделаны современные ремонты, заменена мебель, освещение. Школа укрепленктована достаточным количеством современных средств обучения технических, электронных, телевизоры, ноутбуки, компьютеры, мультиборды, лазерные и струйные принтера, мультимедиа». Большое внимание в школе уделяется развитию творческих и интеллектуальных способностей детей. Так, начиная с начальных классов, в школе функционируют различного рода факультативные занятия и объединения по интересам. «В восьмых-девятых классах в школе организована допрофильная подготовка. В десятых-одиннадцатых классах профильная подготовка, где учащиеся уже изучают предметы на повышенном уровне и готовятся к поступлению в высшие учебные заведения страны. В школе организованы две профильные группы последние годы. Это педагогическое и аграрное профили. Для этих учащихся созданы и работают факультативы введения в педагогическую и в аграрные профессии. Есть дети-классников, есть факультатив в мир профессии. Выпускники 2020 года 100% поступили в высшее учебное и среднеспециальное учебное заведение страны». В 2020 году 60% выпускников школы поступили в педагогические учреждения образования, 25% – в учреждения образования аграрного профиля. Ежегодно свои знания и навыки учащиеся подтверждают и дипломами на конкурсах и олимпиадах различного уровня. В прошлом году копилку школы пополнили 28 дипломов. Стоит отметить, что в школе большое внимание уделяется безопасности жизнедеятельности. Созданы отряды ЮСП и ЮИД. Акцент делается и на здоровом образе жизни. Есть спортивный зал с новым инвентариум, где дети с удовольствием развивают свои спортивные навыки. «Школа регулярно принимает активное участие во всех районных мероприятиях, становится ежегодно призером, чаще всего победителем в районной спартакиаде школьников, как было в прошлом, позапрошлом и, надеемся, в этом году. Большое внимание уделяется в школе воспитательной работе. Приоритетное направление – это гражданско-патриотическое воспитание, духовно-нравственное, экологическое, краеведение». Учащимися совместно с педагогами успешно проводится исследовательская работа. Прямо в стенах школы работает музей родного края. Здесь можно узнать новые факты про историю агрогородка и страны, познакомиться с экспонатами Великой Отечественной войны и войны в Афганистане. Таким образом, жизнь в школе весьма насыщена, а каждый учащийся может развивать свои таланты, выбрав, что ему больше по душе. Такой многогранный подход к обучению подрастающего поколения поспособствовал тому, что по итогам 2020 года школа стала лучшей среди учреждений образования, расположенных в сельской местности.